В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Советском районе 51-летний мужчина отправился на охоту в лес на кабана, выстрелил в другого охотника. От полученного ранения потерпевший скончался. Все подробности в рубрике «Сводка». 16 февраля днем в Советском районе, неподалеку от деревни Коковка, 51-летний мужчина отправился на охоту в лес. Он заметил силуэт, подумал, что это кабан и выстрелил по нему. Однако оказалось, что это был другой охотник. 52-летний мужчина получил ранение и скончался. В лесной массив выехал следователь, осмотрел место происшествия. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается. В Чистых прудах на двухлетнего ребенка упала снежная масса. Инцидент произошел 16 февраля у одного из домов на улице Чистопрудинской. После произошедшего родители отвезли мальчика в больницу, медикой осмотрели его. Госпитализация, к счастью, не потребовалась. По факту происшествия следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства, выясняют причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 13 февраля в Мурашах полицейские задержали живодера. 41-летний ранее судимый мужчина избил собаку и выбросил ее с пятью щенками в мусорный контейнер. Животных обнаружила местная жительница и сообщила участковому. Неравнодушные граждане отвезли собаку в ветклинику, где ей оказали помощь. Щенков забрали себе волонтеры. Полицейские установили хозяйку собаки. Женщина проживает неподалеку от того места, где были найдены животные. Она рассказала, что к ней в гости приходил знакомый, который разозлился на собаку, вынес ее из дома, избил, а потом со щенками выбросил. В отделении полиции мужчина дал признательные показания. По факту жестокого обращения с животными на него возбудили уголовное дело. Кировские полицейские разыскивают 50-летнего Игоря Данилова. Мужчину дважды ловили пьяным за рулем. За повторное вождение в алкогольном опьянении на него возбуждено уголовное дело. Материалы дела по окончании расследования были переданы в суд. Однако обвиняемый на заседание не являлся, по месту жительства не живет. Если вы знаете, где находится этот мужчина, сообщите по телефону на экране. Алина Кутрихова. Место происшествия.